Село Нижняя Катуховка основано еще во второй половине 18 века переселенцами села Орлова. Название села произошло от того, что раньше орловские крестьяне имели здесь загоны и сараи, которые называли Катухи. В конце 19 века здесь одних прихожан местной Покровской церкви было более тысячи душ. В 1960 году население села достигло четырех с половиной тысяч. К 2010 году осталось около 600 человек. Сейчас в селе почти негде работать. Есть одно крестьянско-фермерское хозяйство и один индивидуальный предприниматель. Они обеспечивают работой около 30 человек. Так что большинство жителей, что называется, самозаняты на собственном огороде. Село расположено вдоль федеральной Тамбовской трассы. Тем удивительнее, что главная проблема здесь – бездорожье. Все наши межпоселковые дороги требуют ремонта. В 2018 году в рамках областной программы часть дорог на улице Ленина и Есипа мы отремонтировали. Но хотелось бы, конечно, не останавливаться на достигнутом, а отремонтировать и все оставшиеся наши дороги, чтобы людям было удобно ездить и зимой, и летом. Планируем благоустроить кладбище села Нижнек-Туховка, сделать ограждение кладбища, потому что в настоящий момент ограждения отсутствует. О местных дорогах, точнее, об их отсутствии, Владимир Александрович Попов знает не понаслышке. Много лет проработал в местном колхозе путь Ленина – водителем. Водил молоковоз, зил, газ. В колхозе выращивали все зерновые виды культур. Было дойное стадо в 700 голов – молодняк, овцы, свиноферма. Тут началось как в 90-е годы, в начале, как это вот после перестройки, зарплаты не стало, все, везде долги, все прочее. Всю эту продукцию возили, везде смеялись. Вот я в Воронеж ее привозил, в Усмане привозил. Но здесь деньги-то все равно не получите. Почему деньги не получите? Да потому что их и не было. Везде бар-то туда-сюда. В 2011 году из-за болезни сосудов Владимир лишился сначала одной ноги, через три года – другой. Но, несмотря ни на что, старается сохранить привычный образ жизни. Все овощи на огороде выращивает сам, без посторонней помощи. Хотя иногда помогают дети, которые периодически навещают отца. Зовут к себе в Воронеж. Владимир Александрович наотрез отказывается. Ну что я там буду делать? Ну сидеть весь день в окно смотреть. А то я сейчас и зимой выйду, и дорожку почищу. Летом посажу и огурцы, и помидоры, и что там. Я все ухаживаю за этим. С этой техники опускаюсь на землю и попер. Приспособление у меня. Я пошел. Полю на этой коляске. Пропалу. Все. А это уж, если что, огурцы посадить, это я опускаюсь вниз. Опустился, посадил. Александра Тимофеевна Сухорокова на пенсии нашла себе интересное увлечение. Она вышивает бисером разнообразные картины и иконы. В четырех комнатах ее дома 24 бисерных шедевра. 41 год проработала в местном сельском медпункте. Сначала была и фельдшером, и акушеркой. 21 роды я приняла на дому, прям в катуховке. И многих, очень многих возила сама в роддом. На лошадях, потому что дорог не было. Вот 30 градусов мороза, я сажусь на лошадь и везу ее. И на дороге рожали у меня. В 21 марта 61 года на дороге родила, на лошади ехали. Вода, полая вода была. Я залила в сапоги свои. Ребенка на руках, у ней кровотечение. Я с восьми и до двух часов дня везла на лошади в дах Эрхавы. Из-за столь экстремальной работы Александра Тимофеевна заработала себе хроническую пневмонию и частичную потерю слуха. Утешение находят в потомстве. У Сухоруковой двое детей, три внука и три правнука. Я считаю, что я простудилась. Потому что в то время и одеться было нечем, и, ну как, нечем. Не тулуп же я одела, а в 30 градусов по 18 километров на лошади. Вода заливала в этот самый, в кабину заливала вода. И мы подъехали к этому, к больнице, подъехали. И она, у нее выкидыш произошел. Валентина Григорьевна Перелыгина всю жизнь проработала дояркой. За рекордные надои в 1957 году была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. Однако после пожара в ее доме в 1993 году от Ордена у нее осталась лишь Орденская книжка. Пожар был. Вот что. А все повыкинули. А у нас тут, тогда там он шифонер был. На шифонере такая-то у меня коробочка была. В этой коробочке. Эти-то, наверное, я положила. А эта там коробочка. Мне кажется, у меня там еще был какой-то Орден. И вот они как ляжали, все из их выкидывали. Мужку-то затолкали. У меня мама погибла тут в этом пожаре в 1993 году. Забахнулась, упала. А я как нарочно ушла в магазин за хлебом. И вот она, чего-то она тут хотела делать. И загорел все у меня тут. Орден искали с местным участковым, да так и не нашли. Сгорел, а может, украли под шумок. Славные трудовые подвиги былых времен ушли в прошлое. Вместе с былым аграрным размахом. Игорь Захарченко, Игорь Наумов, 41 канал.